Всем большой привет! Меня зовут Юля, и я вас приветствую на моём первом видео. Я долго очень думала, как в принципе создать такой формат видео, и не могла никак решиться, как лучше сделать, потому что не хотела вести его на одном языке. Для меня, лично, это einfacher, на две Sprachen говорить. Мы делали это всегда в Германии, или с любимыми друзьями. Поэтому я решила сделать это точно так же. И вот, спустя четыре месяца я наконец-то решила рассказать, как вообще, как в таком виде, как мы все-таки обучаем. И через четыре месяца мы приехали в Парагу, и все, что нас тут ожидали, встречали, я хочу рассказать вам, что все, что мы встречали, я хочу рассказать вам возможно, это не только одно видео, я не хочу тянуть в течение времени поэтому я хочу рассказать о том, почему это так долго декоративно и да, я просто так лягу На одном языке ломаться не хотела, либо на русском или на немецком, это без разницы. А по-русски мне тоже очень сложно было. Кто соблюдает два языка, с тем я сразу же стараюсь общаться именно вот так. Как вообще все началось? Почему мы вообще решили переехать жить в Парагвай? Об этом я сейчас в этом видео не хочу тематизировать. Для этого можно, если желание есть, составить общий маленький ролик. Сегодня я об этом не хотела говорить, я просто хотела рассказать, как вообще был наш путь. Мы прилетели в начале декабря. Я очень, очень много информировалась об Парагвай, я очень много читала, я рассчитывала, что это нас вообще ожидает, что мы приедем сюда в гости, посмотрим. Но мы просто вслепую приехали сюда. Ну как вслепую, я все равно себя как-то информировала, что нас тут ждать. Поэтому для меня такой прям уж шок, негатив или позитив не создался. Ну конечно мы были в шоке от жары, тут ужасно было жарко. Как видите, у нас сейчас начало осени и еще все тепло. По вечерам маленько шок прохладно, бывает даже так, что холодно ночью, что приходится даже иногда отделку уже достать. Ну это было раз или два раза всего лишь, пока мы еще спим под простыми, или просто вода дианик, это разрешено. Но в Январе и Деземмере это самые холодные моменты в Парагвай, или может быть даже даже в Сюд-Америке. Это действительно ужасно, мы не думали, что это так, 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 так. Ну, мы приехали, мы приехали в несколько маленьких изменений. Мы взяли из Хамбурга до Франкфурта. И из Хамбурга до Франкфурта. Мы приехали в несколько километров, или пару сотен, твои ярко горят, когда мои напротив. Мы были бы на связи, но кто-то брезал провод, это отличный повод, чтобы вырваться... ...вырваться и здесь навсегда остаться. Мое сердечко, мы приехали в Хамбурге до Франкфурта. Мое сердечко, мы приехали в Хамбурге до Франкфурта. Все ищет фонарей, ни кому не говори, где тебя найти, где тебя найти... Мое сердечко, мы приехали в Хамбурге до Франкфурта. Мы будем долго спорить, кто из нас сильней скучал. Мы ждали эту встречу, как любимый сериал. Внутри нас огоньки, да пускай они горят. И мы опять на свет, ведь нам все до фонаря. Как на воздушном шарике, моя твоя душа летит. Неважно, филиметры или... Филиметры или... Филиметры, папа, папа! Мы огромно вносим опыт на любимой станции, чтобы встретиться и больше не расстаться. Мое сердечко, Юх, мотылек, лети. Мое сердечко, Юх, мотылек, поти. Все ищет фонарей, никому не говори, где тебя найти, где тебя найти. У-у-у-у... У-у-у-у... Да, и тогда мы наконец-то приехали, очень счастлив, но очень счастлив. Нас забрали родственники и мы поехали к ним домой, где мы находились первые пару недель. Ну и конечно в первую же очередь мы прыгнули в бассейн. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хандельсов, я бы сказал. Это довольно похожее, как в Метро или Хандельсов, где можно не нуждаться в карте, чтобы туда приходить. Можно купить холестер, и это очень удобно, чтобы купить. Я тоже снимал это. Субтитры подогнал «Симон» 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 Natürlich kriegt man für 9000 Dollar in Europa oder in Deutschland ein sehr komfortables Auto im Vergleich zu hier, aber wir sind zufrieden. Und somit waren wir direkt mobil. Ja, wir sind sehr viel rumgereist. Смотрели очень много, ходили по ресторанам. Wir sind sehr viel rumgereist. Wir нашли немецкий ресторан и, конечно же, попробовали. Было очень вкусно. Мы еще не были в Сюде. И надеюсь, мы увидимся в следующем видео. Возможно, я еще один смонтирую. Вот. Увидимся в следующем видео. Bye-bye. 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 Bye-bye.